В офисе одного из барнаульских агентств недвижимости весьма оживленно. Несмотря на то, что на дворе январь, месяц, считающийся пустым по числу сделок, и с конца года на 30% снизилось число обращений от потенциальных покупателей. По новостройкам сейчас мы видим достаточно большой спад желающих купить именно от застройщиков, потому что много ограничений ввели, и сейчас, конечно, ждем, куда определиться, то есть вот поддержка в какую сторону. Ограничения вводили, чтобы охладить перегретые льготными программами рынок недвижимости и снизить темпы инфляции. Пакет мер, повышение первоначального взноса по ипотеке до 30%, ограничение максимальной суммы кредита и перекладывание с банков на застройщиков, субсидирование процентной ставки привел к тому, что рынок недвижимости покинули крупные строительные компании. И мы видим активно, что сейчас инвесторы все больше выходят из проектов, которые вкладывались, и много сделок происходит по переуступке. О чем это говорит? О том, что инвесторы видят некие ограничения на этом рынке, охлаждение этого рынка и на какое-то время готовы из него выйти. Покупка жилья в новостройке напрямую от инвестора, а не от застройщика – одна из сегодняшних тенденций на рынке недвижимости. И тем не менее, позволить сейчас купить квартиру на первичном рынке может далеко не каждый. По оценкам специалистов, квадрат в новостройке в среднем достиг уже 132 тысяч рублей, в центре – 200 тысяч. Такие цены сопоставимы с новосибирском. И пусть не обвал, но их корректировка в сторону снижения, хотя бы на 10-15 процентов, полагают эксперты, рано или поздно наступят. Сейчас-то все очень сильно рассматриваем, каждый комплекс, каждую стоимость, все под лупу совершенно. Все очень сильно высчитываем. Если раньше можно было идти везде, и стоимость была ниже вторичного рынка, я говорила клиентам, просто заходим, потому что это действительно выгодно. А то сейчас, конечно же, уже такого нет. И смотрим корректировки. Специалисты надеются, что уже после марта правила игры на рынке недвижимости станут понятнее. Риэлторы ждут более мягких условий по ипотеке и продлению льготных программ. Вот только последние, по их мнению, стоит доработать, чтобы не допустить вновь перегрева жилищного рынка. Бедные, бедные, богатые, богатые. Льготные программы брали те, у которых есть деньги, брали по 3, по 4, по 5. А те, которые не могли взять, они и не брали. А сейчас, соответственно, стоимость, когда метро выросло, они еще больше достали от своей мечты, вернее, далеки от своей мечты. Поэтому какая-то адресная должна быть помощь. То есть, если уж делать льготную программу, то ее должно для определенного категории семей. Сегодня средний платеж по ипотеке в Барнауле составляет 35-40 тысяч рублей в месяц. Непосильная сумма для многих людей. И все же откладывать решение жилищного вопроса тем, для кого это жизненно важно, специалисты не советуют. Если говорить про долгосрочную перспективу, то из моего опыта работы в недвижимости, которой уже около 20 лет, я могу сказать, что всегда общий тренд цены идет наверх. Если мы проанализируем все годы, бывало в какие-то кризисные моменты цена либо останавливалась, либо процентов на 10-20 может быть откатывалась назад. Но то, что тренд всегда идет наверх в недвижимости, это очевидный фактор. Помимо общефедеральных факторов, цены на жилье в новостройках в нашем крае подогревают сугубо региональный вопрос – нехватка земли для строительства. И эту проблему, подчеркивают эксперты, нужно срочно решать. При отсутствии квартальной застройки стоимость квадрата приточечной уходит в еще больший плюс. И цены в итоге становятся сопоставимы с городами-миллионниками. Отсюда миграция населения в соседние регионы, отток молодежи. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.